Цикл уриновых клизм следующий. Собственной уриной, либо уриной молодого здорового человека, или что лучше детей, однолитровые ежедневно в течение недели. Вторую неделю делайте их через день, третью через два дня, четвертую через три дня и пятую раз в неделю. Далее можете их продолжать раз в одну-две недели. Этот цикл повторяйте 2-3 раза в году в дни весеннего и осеннего равноденствия. А также, особенно в теплом виде, в январе-феврале с упаренной уриной цикл выглядит так. Начинайте со 100 граммов и через день увеличивайте дозу еще на 100 граммов. Так дойдете до 500 граммов за один раз. Сделайте таких 2-4 клизмы. А затем через день начинайте уменьшать дозу на 100 граммов, пока не дойдете до прежних 100 граммов. Далее можете делать по 100-150 граммовую микроклизму раз в одну-две недели. Повторите этот цикл так же, как и предыдущий, в те же сроки. Если появятся осложнения, то дозировку не увеличивайте, а сделайте несколько клизм с той же дозировкой, а затем начните уменьшение. В следующем цикле у вас все будет нормально. Теперь несколько наглядных примеров применения уриновых клизм. Полипы в толстом кишечнике. Автор сам страдал ими. Перепробовал массу клизм, в том числе и с чистотелом. У некоторых людей он сильно иссушает слизисту толстого кишечника, что приводит к обострениям. Но эффект был нулевым. После первых 2-3 микроклизм, с упаренной до 1,4 уриной, самопроизвольно начали выходить полипы. Никаких неприятных ощущений при этом не наблюдалось. Об этом же мне рассказали и другие люди, проделавшие такие клизмы. Хронический парапроктит. У моего близкого знакомого был этот недух. Ему ранее была сделана операция, но через некоторое время возник рецидив. В промежности образовался нарыв величиной скула и предстояла новая операция. Автор посоветовал делать 2 раза в день микроклизмочки по 100-150 граммов из упаренной до 1,4 урины и постоянно держать из нее же компресс на промежности. Через 2 недели все прошло. Попутно исчез и хронический геморрой. Знакомый вспоминает, что первые микроклизмы вызывали сильное сжение в трещине и глубине нарыва. Но после того, как они вытащили гной, все быстро прошло. Операции и прочее лечение отпали сами собой. Вот уже год, как нет никаких рецидивов. Запоры, глисты, потеря аппетита и головные боли. Ко мне с благодарностью пришел 70-летний мужчина, образование высшее военное, и рассказал, что он страдал вышеуказанными болезнями. После прочтения моей работы по уринотерапии, он сделал 2-3 микроклизмочки из упаренной до 1,4 урины. То, что начало происходить с ним, его крайне удивило. Буквально сразу из него вышло несколько крупных листов в виде солитера, сгустки медузообразной слизи. После этого кишечник заработал самостоятельно, появился аппетит, пропала головная боль, которой он мучился много лет. Об излечении от запоров и глистов автору рассказали и другие люди. Избавление от слизи в области живота. Автор убедился в этом на самом себе. Исчезло предгрыжевое состояние, резив паху при резком отрыве 10-20 кг от пола. Значительно повысилась чувствительность во время полового акта и вообще усилилась половая функция. Перестала выделяться слизь из носовой полости. Исчез хронический колит. Это же самое подтверждает и мои последователи. Можно и далее приводить примеры удивительного действия уриновых клизм. Особенно хорошо лечатся женские заболевания. Но и этого достаточно, чтобы убедиться в величайшей их эффективности. Но если они вас по каким-либо соображениям не устраивают, можете использовать малоэффективные обычные, с поваренной солью, с лимонной кислотой, 1 чайная ложка кислоты на 2 литра воды, с яблочным уксусом 4-6%, 2-3 столовые ложки на 2 литра воды и так далее. Проводя их по схеме Уокера. Улучшить подобные клизмы можно, если применять подогретую до 38-40 градусов Цельсия талую амагниченную воду. Напомню, особо напоминаю, не используйте хлорированную воду из-под крана. Клизмы с такой водой могут привести к дисбактериозу и расстройству пищеварения. Они очень вредны для нашей микрофлоры. Делайте воду для клизм специально. Обычную воду прокипятите, а потом уже остудите и используйте. Теперь поговорим об интересном и весьма нужном виде клизм, которые рекомендуют Айурведа и Джудши. Автор опробовал их на себе, сделали их и другие люди и остались очень довольны. Особенно рекомендуются эти клизмы тем, у кого организм плохо держит воду, то есть склонен к обезвоживанию. И склонен к замерзанию, постоянно мерзнут руки и ноги. Подобное выражено у лиц хрупкого телосложения с сухой, шелушайшейся кожей и постоянно мерзнущих. Особенно эти клизмы помогают в холодное сухое время года, которое сильно угнетает этих людей. Внешние симптомы обезвоживания и охлаждения организма, согласно Айурведе, это вышел из равновесия жизненный принцип ветра, так называемая Доша ветра, выражается в следующем. Сильное козообразование, запоры или овечий кал, боли в пояснице, крестце, тазобедренных суставах, долгие месячные, истощение семени, сухость и шелушение кожи, зябкость, упадок сил, похудание. Если такие симптомы у вас налицо, особенно в холодное сухое время года, то применяя следующие микроклизмочки, ежедневно или через день, постепенно избавитесь от них. Выполняются они следующим образом. Берется 100 граммов обычного молока, в него кладут 20 граммов топленого масла. Все это подогревает, чтобы масло растопилось и в теплом виде посредством 100 граммовой шприцовки вводят в анус. Проделывают эту процедуру желательно на заходе солнца. Затем полежите. Как правило, организм сам держит этот состав столько, сколько ему нужно. В результате этой процедуры субстанция, которая находится на квантовом уровне, вызвавшая в организме сухость и холод, поглощается и нейтрализуется. Сухость и жесткость нейтрализуются влагой молока и смягчаются маслом, а холод теплотой, который имеется в молоке и появилась добавочно при его скисании. Как правило, после 3-4 таких микроклизмочек стул становится мягким, легким и колбасообразным. Вы можете опробовать несколько составов и подобрать наиболее подходящий для себя. Полные люди должны помнить, что подобные клизмы могут увеличить в их организме слизь, поэтому должны применять их с оглядкой. Первый состав. Молоко 100 граммов, топленое масло 20 граммов. От запоров, овечьего кала, газообразования, нормализуется и микрофлора, и сушение, и обезвоживание организма. Второй состав. Основа как у первого. Молоко и топленое масло. Плюс щепотка имбиря или перца, черного или красного. Этот состав помогает от того же, что и первый, но дополнительно подавляет слизь в организме, поэтому его можно рекомендовать полным людям. Третий состав. Основа как у первого состава. Плюс половина чайной ложки, это примерно 5 граммов поваренной соли. Это усиливает действие первого состава. Четвертый состав. Основа как у первого состава, плюс 1 вторая или 1 столовая ложка сильного отвара полыни, или пол чайной ложки сока чеснока. Это весьма помогает при желчных расстройствах. В качестве заменителя молока или его разбавителя, 50 граммов на 50 граммов, можно воспользоваться отваром мяса, особенно баранины, или кости. Все эти частности по-своему воздействуют на организм, смягчая, уменьшая слизь или желчь. Кстати, йоги для очищения толстого кишечника используют множество различных процедур, которые они называют басти. Введя трубку прямо в кишку и стоя до пупка в воде, нагнувшись слегка вперед, ладонями упершись в колени, они стягивают область заднего прохода, поднимая при этом диафрагму как можно выше. Упражнение делается на выдохе. Вода при этом входит в толстый кишечник. А если припомнить, что вода ганга содержит много серебра, то становится ясно целебное действие этой процедуры. При натуживании они изгоняют воду обратно, а могут задерживать, выполнить ряд движений с животом на уле и выпустить в воду. Такая процедура повторяется несколько раз и делается ежедневно. При этом, как они утверждают, болезни селезенки, водянка, все болезни дыхательные и флигмы уничтожаются силой этого упражнения. Успокаиваются элементы тела, улучшаются умственные способности и пищеварение. Интересно рассказывается о применении клизм в классическом тибетском трактате по медицине джудши. Расскажу о клизме, жамрцы, так она называется. Показания, противопоказания, состав, способы назначения, польза и предупреждение вреда. Показания, вздутие живота, скраны от ветра, понос пищи, истощение семени, долгие месячные, холод в тонкой и толстой кишке, пояснице и почках, упадок сил, глисты в нижней части тела и болезни от ветра. Показания, противопоказания, дму, ор, отсутствие аппетита, болезни от ядов, жар печени, жар толстой и тонкой кишки, ожирение, несварение и распространение слизи. Состав. Смягчающий, пропитывающий. Смягчающий, промывающий, готовится соответственно для ветра в чистом виде и его сочетании с желчью или слизью. Первый состав. Смесь баранины, ячьего молока, масла, костуса, кедра, перца длинного, нашатыря и мираболана хибула. Смягчающий, пропитывающий. Второй. Отвар из мяса, животных и воды. В данном случае, что это означает? Это рыбы, лягушки и головастики. Значит, отвар из мяса, животных и воды. Это молока, масло с добавкой молочая, аденохлара, смягчающий, пропитывающий. Третий. Отвар из мяса, животных суши. Козье молоко и масло топленое с добавкой с избанием. Пропитывающий, промывающий. Первое средство для жамрцы. Это масло. Второе. Мясной отвар. Третий. Молоко. Спутник мяса, молоко. Спутник молока, масло. При ветре проводником будут фирула и красная соль. При сочетании ветра со слизью, имбирь и перец длинный. При желчи, сафора и горячавка крупноцветная. При скранах, нашатырь. При глистах, прутняк. При вздутии желудка и толстой кишки, костус. Способ назначения. При горшню, горсть или полгорсти состава. Нагреть до температуры парного молока. Вечером подготовить больного. Вставить кишечную трубку. Больной лежит на спине, подпирая пятками ягодицы. Влив состав. Поднять больного за ступни. Потрясти. После чего, уложить на живот и укрыть теплым. Так он лежит от захода солнца до сумерек. За это время происходит смягчение и послабление. Польза. Жамрцы. Подавляет ветер и возбуждает слизь и желчь. Слишком сильно жамрцы угнетает аппетит и огонь. При чередовании с нерухой, не причиняя вреда, извлекает все болезни. Неруха. Это тоже клизма, но с другим назначением. В частности, в разделе о нерухе говорится. Если вышли сгустки, похожие на хлопья простокваши, значит отошло то, что нужно. Поэтому при отсутствии сил у больного, застарелой и плохо излечимой болезнью, хорошо раз-два или многократно сделать жамрцы. Выше приведенное указывает, что тибетские ламы мастерски пользовались клизмами в целях лечения различных заболеваний и оздоровления организма. В этой выдержке заложен большой информационный смысл, который каждый может применить по мере своего интеллектуального развития. Клизмы широко используются и в современной медицине. Они делятся на чистительные, послабительные, питательные и лекарственные. Принято считать, что клизма более эффективна, если после введения 2 литров жидкости потерпеть от 8 до 10 минут, а затем опорожнить кишечник. Можно сравнить рекомендации древних целителей и современные аклизмы. Для избавления от глистов, особенно остриц, я рекомендую тибетский способ клизму с чесноком. Как только у вас возникает специфический зуд в анусе от остриц, вы берете 200 граммов воды, кладете туда один зубок, не головку, а зубок чеснока и ступкой толчете его до кашеобразного состояния. Затем заливаете все это в обыкновенную спринцовку, резиновую грушу. Далее вводите носик с пинцовки поглубже в анус и выливаете содержимое. Немного потерпите, а затем все это само борно выйдет и вместе с ними парализованные чесночным соком гельминты. Можно погонять гельминтов более капитально, сделав клизму по уокеру, как выше описано. Только вместо лимонного сока или яблочного уксуса растолките в 2 литрах воды 2-3, не более, зубка чеснока. Подальше введите трубку и далее как обычно. Потерпите сколько сможете, но не более 5 минут и выпускайте содержимое. Так можно проделать несколько дней подряд, а в случае необходимости повторить через неделю. Итак, поле для творческого подхода к своему корню организма, толстому кишечнику обширно. Поэтому пробуйте, подбирайте для себя и оздоравливайтесь. После того, как вы очистили толстый кишечник по уокеру или с помощью уриновых клизм, можно раз в 2-3-4 недели, а можно и раз в квартал, применять идеальный метод промывания всего пищеварительного канала шанг-прокшалану. Шанг-прокшалана, шанг-прокшалана или варисара означает в переводе на русский язык жест раковины, потому что вода проходит через пищеварительный канал, как через пустую раковину. Вода, поглощаемая ртом, проходит через желудок, а затем, проводимая простыми движениями, доступными всем смертным, проходит весь кишечник вплоть до выхода из него. Упражнение продолжается до тех пор, пока вода не станет выходить такой же прозрачной, как она вошла. Подготовка. Подогреть воду до температуры тела, подсолить ее из расчета 5-6 граммов на литр, что составляет немногим меньше, чем концентрация с солью в плазме крови. Маленькая столовая ложка без верха на литр воды. Вода должна быть соленой, ибо без примеси соли она бы поглощалась посредством осмоса через слизистую оболочку и выводилась затем в виде мочи, а не через задний проход. Если вода покажется вам слишком соленой, можно уменьшить концентрацию соли, чтобы вода стала для вас приемлемой. Благоприятный момент. Наиболее благоприятным моментом является утро натощак. Вся промылка, как показывает практика, занимает час-полтора, а по мере освоения 45-60 минут. Вот схема полного осуществления прохождения воды через пищеварительный канал. Первое. Выпить стакан соленой воды. Второе. Немедленно выполнить предписанное движение. Третье. Выпить стакан воды и выполнить серию движений. Во время выполнения этих движений вода будет медленно. Запомните, медленно проходить в кишечник. Не вызывает тошноты. Продолжайте чердовать выпивание стакана воды и движений, пока вы не выпьете всего 6 стаканов воды. В этот момент надо идти в туалет. Обычно первая эвакуация происходит почти немедленно. За первой порцией кала, имеющую форму испражнений, последуют другие, более мягкие, а затем и жидкие. Если это не происходит немедленно или же в течение 5 минут, надо повторить движение, не выпивая больше воды, а затем вернуться в туалет. Если ожидаемого результата не произойдет, то надо привести в действие эвакуацию посредством промывания пол-литра воды, производимого обычными средствами. Грушей или по океру, то есть клизму сделать. Как только сифон приведен в действие, то есть как только первые испражнения пошли, а остальное последует автоматически. Рисунок 8. Схема провода воды через желудочно-кишечный тракт и рисунки 4 упражнений. Мы к ним еще подойдем. Один совет. После каждого посещения туалета и после пользования обычной туалетной бумагой ополоснуть задний проход теплой водой, обсушить и смазать растительным маслом, чтобы предотвратить раздражение, вызванного солью. Некоторые чувствительные люди подвержены этому слабому раздражению, которое легко можно предупредить. После этого первого испражнения надо снова выпить стакан воды, произвести движение, затем вернуться в туалет и каждый раз будет эвакуация. Продолжать так последовательно пить воду, делать упражнения и посещать туалет, пока вода не станет выходить такой же чистой, какой она вошла в организм. В зависимости от загрязнения кишечника понадобится от 10 до 14 стаканов, редко больше. Когда вы будете удовлетворены результатом, то есть когда вода будет достаточно чистой, по вашему мнению, на выходе, вы должны прекратить процедуру. Вы еще несколько раз сходите в туалет в течение последующего времени, как правило, около двух часов. Затем можно выпить 3 стакана несоленой воды и сделать ваманадхаути, два пальца в рот, чтобы вызвать рвоту. Это выключить сифон и полностью опорожнить желудок. По традиции йоги всегда делают ваманадхаути после шанг-пракшаланы. Первое движение. Исходное положение. Стоя. Ступни расставлены примерно на 30 сантиметров. Пальцы рук переплетены. Ладони обращены к верху. Хорошо выпрямить спину. Дышать нормально. Не поворачивая верхнюю часть туловища, наклонитесь сначала влево, не задерживаясь в конечном положении, выпрямиться и немедленно наклониться вправо. Повторить 4 раза это двойное движение, то есть совершить 8 наклонов, попеременно влево и вправо, что займет в общей сложности около 10 секунд. Эти движения открывает привратник желудка и при каждом движении на клоне час воды проникает в 12-перстную кишку из желудка. Крестиками показаны клапаны заслонки, которые надо открывать с помощью выше приведенных движений. Это что касается рисунка. Второе движение. Это движение заставляет воду продвигаться в тонких кишках. Исходное положение тоже, то есть стоя с расставленными ступнями. Вытянуть правую руку горизонтально и согнуть левую руку так, чтобы указательные и большой пальцы касались правой ключицы. Затем выполнить вращение туловища, направляя вытянутую руку назад, как можно дальше. Смотреть на кончики пальцев, не останавливаясь. В конце поворота немедленно вернуться в исходное положение и совершить поворот в другую сторону. Это двойное движение нужно повторить 4 раза. Общая продолжительность движения 10 секунд. Третье движение. Вода продолжает поступать в тонкий кишечник благодаря следующему движению. Выполнить вариант кобры. Только большие пальцы ног и ладони касаются пола. Следовательно, бедра остаются над землей. Ступни раздвинуты примерно на 30 сантиметров. Это важно. Когда положение принято, поверните голову и туловище до тех пор, пока не удастся увидеть противоположную пятку. То есть, если вы поворачиваетесь направо, то надо смотреть на левую пятку. Не останавливаясь в крайнем положении и вернуться в исходное положение и сделать то же самое в другую сторону. Повторить 4 раза по 2 движения. Время 10-15 секунд. Четвертое движение. Воду, достигшую конца тонких кишок, надо провести через толстый кишечник посредством 4 и последнего движения. Оно является наиболее сложным из всей серии, хотя доступно любому, за исключением лиц, страдающих заболеваниями колена или менистка. Эти люди могут прибегнуть к варианту, описанному ниже. Исходное положение. А. Сесть на корточки со ступнями, расставленными примерно на 30 сантиметров. Причем пятки помещаются у внешней стороны бедер, а не под седалищем. Кисти положены на колени, которые расставлены приблизительно на 30 сантиметров. Б. Повернуть туловище и поместить левое колено на пол перед противоположной ступней. Ладони толкают попременно правое к левому боку и левое бедро к правому боку так, чтобы прижать половину живота и нажать на толстый кишечник. Смотреть позади себя, чтобы усилить перекручивание туловища и осуществить давление на живот. В то время, как для предыдущих упражнений было маловажно, начинать ли в правую сторону или в левую, для данного упражнения предпочтительно сдавливать правую сторону живота в первую очередь. Как и все предыдущие движения, это движение должно выполняться 4 раза. Общая продолжительность 15 секунд. Вариант четвертого упражнения. Это движение берет начало от артха мациндрасанда, скрученная поза. При этом ступня просто приложена к внутренней стороне бедра и не проходит с другой стороны. Плечо отведено как можно дальше к согнутому колену, туловище слегка наклонено назад. Руки опираются о согнутое колено, которое служит рычагом для перекручивания позвоночника и прижимания бедра к низу живота. Случай неудачи. Если после того, как выпыта, например, 4 стакана, вы чувствуете, что содержимое желудка не проходит должным образом в кишечник и возникло ощущение переполнения, доходящее до рвоты, то это означает, что горловина привратника, клапан между желудком и 12-перстной кишкой не открылись так, как следовало бы. Но проделайте 2 или 3 раза серию упражнений, не выпивая больше воды. Исчезновение тошноты покажет, что проход открыт. Как только сифон приведен в действие, то уже не будет затруднений, и вы можете продолжать процесс. Но может случиться, что у некоторых лиц газовая пробка из продуктов брожения препятствует приведению в действие сифонов. В данном случае достаточно нажать на живот руками или сделать сорвангасану, это стойка на плечах, вместе с 4-мя другими упражнениями. В самом неблагоприятном случае, то есть когда вода вовсе не покидает желудок, вам остается 2 решения. Вызвать рвоту, пощекотав основание языка двумя пальцами правой руки, чтобы наступил рвотный рефлекс. Облегчение наступит радикально и немедленно. Или ничего не делать. Вода эвакуируется сама с собой в виде мочи. После упражнения следует отдохнуть и избегать голодания. Почему не получается жест раковины? Мне написали. Совсем недавно сделал шаг к прокшалану. Результат 0. Верил в нее безоговорочно. Сомнений никаких абсолютно. Психологический настрой великолепен. И тем не менее. Кстати, почему делать стал? Мои знакомые. Меня нет-нет, да и спросят, мол, делал ли я шаг к прокшалану. А я говорю, что не делал, не знаю, что вещь эта архиполезная и нужная. Тем более всего и делу там. Выпил подсоленной воды и так далее. Это самое прокшалана не получилось. Делали кто по два, кто по три раза. В результате ноль. Ну, у кого отек, мешки под глазами, кто целый день ходил, как бурдюк болтал, кто все на мочу перевел. Правда, у одного что-то вывалилось, но очень немного. Где-то со стакан не более. Тут я подумал, дураки вы все. Делать надо как следует. Напортачили небось и сжалуйтесь. Одним словом, проштудировал я весь раздел. Тем более, что во всех книгах все одинаково, как под копирку. Все просто и доходчиво. В воскресенье утром, как положено, шесть стаканов теплой подсоленной воды. Все по вашей книге. Чередую с упражнениями. И при этом никаких вздутий, желудка, газовых пробок и прочих осложнений. Песня да и тока. Ну, а на этом весь кайф и закончился. Из меня ничегошеньки не вышло. Но хоть какой-либо позыв. Я не отчаиваюсь. Чай не водку пил. И уже тем более не яд. Короче, дабы открыть сифон и закрыть подвало, делаю клизму, которая легко выходит. И на этом все закончилось. Далее я выпиваю еще шесть стаканов. Организм у меня большой. И через два часа, когда я уже начал есть рис, что-то такое булькнуло и вышло где-то со стакан пол-литра. И все. Маленькое отличение. Мой брат, оказывается, делал эту шанг-пракшалану раз в семь или восемь. И тоже ни разу не получилось. У него какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Была мечта поправить здоровье. И что интересно, рассказывать следующее. А я не знаю. Сам он йог, профессор и так далее. Так вот, есть у него и упражнения или способ очистки желудочно-кишечного тракта и называется он бастикрия. Этих бастикрии очень много. Для йогов и нормальных людей. Больных и ослабленных. Но главное не это. Главное, что ни одно из упражнений, описанных в шанг-пракшалане, там нет. Это первое. И второе. Все упражнения бастикрии выполняются в течение 4-5 минут и очень много оговорок. А вот откуда взялась пракшалана, я по-моему узнал. Есть такой учебник Липовый. Васильева. Почему Липовый? Дело в том, что мне приходилось читать литературу, где его серьезно критикуют. Так вот, может здесь собака зарыта? Объясните мне, а заодно моим знакомым, почему такой плохой результат от Пракшаланы. Единственный вопрос бы, Геннадий Петрович, миленький, только не надо рассказывать, что здесь сифон не открывается, а там сфинктер захлопнулся. Это мы с вами знаем. Может быть, другие причины есть? Вот мой ответ. Шанг-пракшалана у вас получается, вернее, она начала получаться, и вы закончили, только начал процесс. Поясняю. Я вспоминаю свой опыт в Шанг-пракшалане. Пью, делаю, но не делается. А выпил я около трех литров. Несмотря на это, продолжаю пить. В общей сложности, выпиваю около пяти литров. И вот тогда процесс пошел. Струя периодически начинает бить на три метра против ветра. Оказывается, надо соблюдать три главные вещи. Соленость воды, ее количество и время прохождения воды по пищеварительному каналу. Сказано, что она должна быть морской, и указана пропорция соли и воды. Я раньше был только на Черном море, и помню его соленость. Примерно такую соленость воды делаем для Шанг-пракшаланы, которая напоминает сильно соленый суп. Но когда я был на Средиземном море, то там вода жжет слизистый от соприкосновения. Настолько она соленая. Это как раз и есть настоящая морская вода. В итоге получается такая вещь. При приеме соленой воды она определяется организмом как соленый суп. И он ее держит для переваривания. А она должна срабатывать как солевое слабительное. Но для этого она должна быть еще более соленой. Тогда организм либо вырвет, либо пропустит через себя. Поэтому манипуляции при проведении Шанг-пракшалана следующие. Вначале пьете соленую воду как описано первые 2-3 стакана. А последующую воду подсаливаете в полтора а то в два раза больше. Такой воды выпиваете 1-2 литра. Не торопитесь. Процесс инерционный и растянутый во времени. Пока у нетренированного человека в Шанг-пракшалане раскроются все сфинктеры, все сработает как надо и организм помоет, что от него требуется. Все сработает как надо и организм поймет, что от него требуется. Проходит от 2 до 3 часов. Но как только организм понял все открылось, вода выливается в виде мощного поноса еще около 1-2 часов. Итак, как только из организма пойдут испражнения, а потом появится вода, соленость воды можно снизить до супчика и пить еще 1-2 литра. То есть общее количество воды на эту процедуру должно быть от 3-4 до 6 литров. И не надо мучить себя упражнениями. Они с моего опыта почти не влияют на скорость процесса. Как он естественно идет, так и идет. Поэтому их делайте умеренное количество, как описано, особенно в начале. А основное это ощущение прошла вода из желудка ниже или нет. Если прошло, пьете дальше. Здесь играют большую роль умственное представление мысленное открывание заслонок. Но когда выпито около 3-4 литра воды нужной солености, процесс медленно, но верно запускается. Дальше можно не пить. Начнется послабление в виде жидкого, а потом водяного поноса. Можно еще выпить 1-2 литра подсоленной воды и никаких упражнений. Теперь задача вывести из организма то, что выпито. И оно будет выходить само еще около двух часов. Еще раз подчеркну, что в зависимости от особенностей организма. Первая вода в шанг прокшелани проходит через организм от 40 минут, что очень быстро, до 90 минут. Это в среднем. И еще эта процедура, как и любая другая, требует тренированности и благоприятного времени выполнения по лунному календарю. Но это не обязательно на условиях. Я не сомневаюсь, что теперь после моих пояснений вы легко сделаете. Вам в тот раз надо было действовать напихом. Принять еще 1-2 литра и дело бы пошло. А потом только выходили в туалет и по цвету воды определяли пить ее, чтобы лучше очиститься или этого хватит. Кстати, уже вот собственного еще опыта именно вот 2020 года подскажу. Добавьте в воду немножко магния сульфата. То есть вот вода как обычно у вас соленая, допустим, на литр соленой воды вот вы приготовили. Добавьте пол пачечки магния сульфата. Это то вещество, которое вызывает прослабление. Чтобы все у вас пошло еще более лучше. Чтобы оборвать понос после полутора-двух часов истечения надо больше соленой воды не пить и покушать закрепляющего. А это будет круто сваренный рис с небольшим количеством топленого или сливочного масла. Первая еда. После шанг-пракшаланы надо обязательно выполнить следующее предписание. Есть не раньше, чем через 30 минут после упражнений, не позднее часа после окончания упражнений. Не рекомендуется оставлять пищеварительный тракт без пищи в течение более часа после упражнения. Но если вы надумали голодать, то можете сделать шанг-пракшалану, очистить весь пищеварительный канал и далее голодать двое и более дней. Я так поступал неоднократно и весьма доволен этим голодом. Первая еда будет состоять из вареного риса, следовательно, не из целого риса, клетчатка которого раздражала обыслизистую оболочку кишечника, а вареного на воде и даже переваренного. Зерна должны таять во рту. Рис может быть приправлен слегка подсоленным томатным соусом, но без перца. Рис может сопровождаться хорошо переваренной морковью. Надо съесть вместе с этой едой 40 граммов сливочного масла. Вы можете распустить его в рисе или съесть в ложечке. Рис можно заменить вареной пшеницей, овсом и так далее. Важно! Рис нельзя варить на молоке. В течение 24 часов, которые следуют за упражнениями, запрещается пить молоко или кефир. Кроме того, в течение тех же 24 часов запрещается кислая еда и напитки. Это одна из причин запрещения кефира. Фрукты и сырые овощи. Хлеб разрешается во время второй еды после упражнений. Лично я пил во время второй еды морковный сок или яблочный со свекольным пропорцией 1 к 4 или 1 к 5. Ел салаты и чувствовал себя нормально. Поэтому отнеситесь к этим рекомендациям творческим. Через 24 часа вы можете вернуться к вашему обычному режиму, избегая однако всякого излишества и мяса. Питье. Поглощение соленой воды привлечет посредством высокой астматической активности часть жидкости из крови в кишечную среду. Таким образом жидкая часть крови идет в направлении противоположном обычному всасыванию, прочищая при этом микроворсинки тонкого и толстого кишечника. Именно этот факт делает Шанг Пракшалану уникальной. Я не знаю ни одну чистку, которая очищала бы наши микроворсинки гликокалец, этот универсальный полистый катализатор, от эффективности которого в основном и зависит наше питание. В связи с вышеизложенным у вас будет естественным ощущение жажды. Не принимайте никакой жидкости, даже чистой воды до вашей первой еды, потому что вы будете продолжать кормить сифон, то есть сходить в туалет. Во время вашей первой еды и после нее вы можете пить воду или легкие настои или, как я, свежевыжатые соки. То, что испражнения появятся только через 24 или 30 часов после процедуры Шанг Пракшаланы, никого не удивит. Они будут золотистыми, желтыми и без запаха, как у грудного ребенка. Лица, страдающие запорами, могут делать Шанг Пракшалану каждую неделю, но лишь шестью стаканами воды. В этом случае весь цикл осуществляется приблизительно за 30 минут. Это наилучшее первоспитание кишечника, при этом не растягиваются стенки толстых кишок. Благоприятное воздействие. Помимо того, что вы очистите весь пищеварительный канал, вы ощутите и отдаленное благоприятное воздействие. Свежее дыхание, хороший сон, исчезновение сыпи на лице и теле. Если будете питаться, как будет описано дальше, исчезнут телесные запахи. При этом тонизируется печень. Это замечается по цвету первых испражнений, а также другие железы, связанные с пищеварительным трактом, в особенности поджелудочная железа. В случае малоразвитого диабета с успехом вылечивались врачами лаванли посредством проведения шанг-прахшаланы через каждые два дня в течение двух месяцев. Это сопровождается надлежащим пищевым режимом и так далее. По-видимому, островки Лангерганца, расположенные в поджелудочной железе, выделяют больше инсулина под действием общей стимуляции этой железы. Очищение пищеварительного тракта влечет за собой правильное усвоение пищи и заставляет следовательно поправляться худых и худеть тех, которым следует потерять вес. Противопоказания. Они немногочисленны. Лица, страдающие язвой желудка, должны, разумеется, воздержаться от шанг-прахшаланы и сначала излечиться от своего заболевания. То же самое относится к лицам, которые страдают острым поражением пищеварительного тракта, дизентерией, поносом, острым колитом. А вот при хроническом колитии больной может получить облегчение от этого упражнения, практикуемого вне периода кризиса, а также острым аппеницитом и тем более таких серьезных заболеваний, как туберкурерский шок и рак. Это упражнение эффективно для завершения оксиуреза. В самом деле, когда эвакуируется все содержимое кишечника, то гельминты вместе с их яйцами выводятся наружу. Но ворсинки так многочисленны, что то или иное яйцо еще может ускользнуть от выхода. Шанг-прахшалана замечательная вещь. Я убедился в этом на собственном опыте. Единственное, что я хочу добавить к основному тексту, так это то, чтобы быстрее освоить ее, вначале практикуйте ее раз в две недели. Субтитры создавал DimaTorzok